В Саратове на одной улице за несколько часов сгорело 7 частных домов. ЧП произошло ночью. До приезда пожарных жильцы тушили пламя собственными силами. И уже сейчас уверенно говорят о тех, кто мог стать виновником. На месте пожара побывала наша съемочная группа. Вот что осталось от бытовой техники. Газовая плита, ничего. Стиральная машина, только недавно купили, даже подключить не успели. Кухня тут, все, уже мы выкинули. Тут ничего не осталось. Частный сектор на улице Новоузенская вспыхнул примерно в 12 часов ночи. Многие из жильцов не сразу поняли, что горят. Тем временем пламя успело перенестись по крыше одного дома к другому. По словам Татьяны Рыстевой, одной из пострадавших от пожара, единственное, что удалось спасти, это документы. Сейчас жить ничего нельзя. И все, не одеться, ни одежды, ни бытовая техника, ничего. Если только спасли, наверное, один телевизор, и все, больше ничего. На место возгорания пожарные расчеты прибыли почти сразу. Но тушение осложнялось оголенными линиями электропередач. И только обесточив дома, возгорание удалось локализовать. Причину пожара пока выясняют специалисты. Тем временем жильцы называют свои версии произошедшего. Соседние гуляли так хорошо, у нас здесь не было. Получили жили. А часто были подобные инсиденты? Днем было у нас. Мы уже раз в три тушили здесь. За несколько часов огонь уничтожил полностью два дома. Еще пяти требуется ремонт кровли и стен. Теперь семьям придется искать временное пристанище у родственников или знакомых. От шумных соседей, говорит Игорь Рыстев, спасались, как могли. Именно он делил дом наполовину с предполагаемыми виновниками пожара. Погорельцы говорят, шумные застолья здесь были практически каждый день. Буйных жильцов пытались ограждать от остальных, как могли. А это сами вот ставни я сам сколотил гвоздями где-то года полтора назад или что ли. Это вчера пожарники ставни открывали, заходили туда. Сейчас погорельцы разбирают завалы и спасают из пепелища то, что еще представляет какую-либо ценность. Оставшиеся без крова они собираются подавать в суд на нерадивых соседей. Правда, когда будет готова пожарная экспертиза и предполагаемая версия подтвердится. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. За ночь у пострадавших сгорели все ценные вещи и сбережения. Всем, кто хочет и может оказать помощь погорельцам, просьба обращаться в редакцию РЕН-ТВ Саратов по телефону 75 22 33 или 543 111.